Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Бешалах. Рок за хороший шедух Арон Арье бен Двойра, за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Урий бен Харитон, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, до здоровья Светлана бот Клара, Полина перл бот Соня Сура, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Моисей бен Ева. Мы остановились на том, что мы получили ман, стоянка эта называется Алуша, так ее называли за то, что Аврагам и Сара заместили тесто луши для путников, которые пришли к ним за эту заслугу, нам был дан ман в пустыне. Мы его ели 40 лет. И теперь следующее испытание. Называется это Рефидим. Пришли мы в Рефидим. Опять нет воды. Мы начинаем требовать с Маше. Маше говорит, Всевышний надо молиться. Маше молится, Всевышний говорит, что немного не побьют меня камнями. Всевышний говорит, возьми посох и на глазах у народа стукни по скале. И поет вода. Маше подошел к скале, стукнул, вода полилась. Место называется Маса. Пили, все, воды всем хватает. Это был колодец, которым ходил с нами во пустыне 40 лет. Это в честь заслуги Мирьям, пророчицы. После этого, после всех этих чудес, мы начали говорить, есть ли Бог среди нас или нет. То есть, мы просто уже превзошли все ожидания. Мало того, что мы увидели все казни. Мы увидели, что Всевышний сделал на море. У нас вода горькая превращается в пресную. Мы увидели, что мы без единой потери вышли из Египта. Мы видим, что летают перепела, прилетают нам. Мы видим, что хлеб с небес идет. Чудеса невероятные. Пустыня, в которой выжить невозможно, превратилась в прекрасное место. Всевышний, как кондиционер сделал. В пустыне. Мы прекрасно себя чувствуем. Пока слава защищает нас от стрел врагов, от жары. В общем, мы в прекрасных условиях. И тут мы начинаем говорить, есть ли Бог среди нас или нет. И это был единственный случай за 40 лет в пустыне, что нас враги убили. Написано, после этих слов пришел Амалек. Он с огромного расстояния пришел. И начал нас убивать. И реально убивал. И ничего мы не могли сделать. Маше молится со всей силы, когда он поднимает руки ко Всевышнему. Егошева, который поставлен военным министром с армией. Побеждает Амалека. Как только руки слабеют у Маше, побеждает Амалек. Ничего не может сделать. Огоронный хур. Хур это племянник Маше. Сын Мирьямы Калева. Они подставили камень, чтобы Маше было легче. И держали руки Маше. И очень сильная молитва получилась. И удалось ослабить Амалека силой меча. Ослабил Егошу Амалека сыном меча. Вот так. Пришлось воевать с врагом. И ничего мы сделать не смогли. Вот только Всевышний когда пожалел, тогда Егоша ослабил. Уничтожить Амалека не удалось. Еще будут с ним три войны в пустыне. И до полной победы нам еще долго. После этого случая мы уже такие слова не говорили. Что мы не творили. Даже мы идлопоклонством занимались. Или мы еще какие-то делали. Нарушение пустыни. Ни разу Всевышний нас врагам больше не отдал. Ни один еврей не погиб больше. За сорок лет от Трефидима до битвы за город Ай. Никто ни разу не был убит. Да, сами мы убивали друг друга. Или Всевышний нас ставил на место. Погибали. Но не враги. Это нам не пришлось больше видеть. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем Брахам Парнасакова. На всего самого наилучшего. До следующих встреч. Продолжение следует.